Это даже не коллапс. Сильный снегопад обрушился на Киров, полностью парализовав утром движение в городе. На центральных улицах встал общественный транспорт. На въезде в город километровые пробки, заострявшие машины, буксующие фуры, люди, идущие прямо по дороге, опоздавших на работу, сегодня было немало. Пассажиры выходили из автобусов и шли пешком. Утром из-за непогоды и состояния дорог некоторые школы отменили занятия. Да и только у городской администрации уже с 4 утра идеально чисто, никаких режимов ЧАЭС и даже намеков на ненормальную обстановку в городе. Утром там же на совещании с Ильей Шульгиным подрядчики завели свою любимую пластинку, работали круглосуточно, выведена вся техника, справились как могли. Самое печальное, что им кажется поверили. Все подробности в сюжете. О снегопаде на выходных знали задолго даже те, у кого нет интернета. О резком изменении погоды говорили еще с середины недели, и коммунальщиков вряд ли обошла стороной этой информации. О, поехали. Чуть-чуть. Так и двигаемся. Люди выходят из автобусов, из машины, идут до проспекта пешком. Все стоит. Стоит уже много часов. То есть девятый час, вот люди, которым к восьми, они еще не попали на работу. Точно так же, как жители Митрограда, Задаковского и Костина сегодня выбирались из сугробов еще в нескольких районах города. Автобусы и машины просто стояли на дороге. И так несколько часов. Практически в центре города никому не легче. Троллейбусы сложили рога и стоят без шансов подняться даже на небольшую горку. Автобусы пытаются прогрести колесами. То, что не убрали коммунальщики, пассажиры и другие водители, толкают. Иначе не сдвинуться с места. В 4 утра мы едем на работу, на развозки. У администрации так все вылизано. У нас в дороге так, я не знаю, ни тротуаров, ни дорог, ни хрена нет. Что, своими руками проходится? Как видите. Сегодня с самого утра в Кирове дежурят сотрудники ДПС. Дежурят преимущественно на спусках и подъемах, чтобы дать возможность общественному транспорту с разгона взять эти преграды. Дело в том, что судя по тому, что сегодня творится на дорогах, сотрудники спецавтохозяйства, снегоуборочной техники с выходных в городе и не было. На утро понедельника в социальных сетях кировчане оставили десятки видео о пробках, силе пассажиров общественного транспорта, о водителях, застрявших в сугробах, на парковках, о полицейских, которые помогают людям выбираться. Красавчик, вообще все красавчик, отвечаю, друзья. Как машины ходят, они тормозят. Но мы не нашли ни одного видео от кировчан с работающей снегоуборочной техникой. Вся техника, которая существует, вся в работе. Полностью отработаны второстепенные автобусные маршруты, тротуары. Сейчас вся техника работает в частном секторе и в Слободах. Там ситуация более тяжелая, чем в городе. Примерно такие же тексты сегодня утром прозвучали от представителей других подрядчиков. На дороге вывели все, что могли. Работает и на очистке тротуаров, и дворников вывели много. То есть, особо не ругать, работаем круглые сутки. А в пробках виноваты водители, рано сменившие резину. Потому что вот сейчас смотрел по лекси, по Карла Марса, по Октябрьскому проспекту. Все пробки стоят исключительно из-за того, что люди выехали на машинах с летней резиной и затормаживают движение. На фоне рассказов о прекрасной работе подрядчиков и даже некоторых управляющих компаний, управление благоустройства предложили на сутки-двое запретить движение по городу большегрузом. И даже отменить троллейбусы, чтобы разгрузить транспортный трафик. Вариантов замены их маршрутов на другие не прозвучало. Город надо чистить. Что тут рассуждать-то? Людям надо ехать. Субробы везде по пояс. Снег не вывозим. Вся техника работает. Ну где она работает? В интернет заходить страшно. По центральным улицам проехать было невозможно еще вчера. Я на внедорожнике еле-еле пролез. Говорят, в Кирове побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега. Этот снегопад признан одним из сильнейших, когда-либо наблюдавшихся в европейской части России в апреле. На железных дорогах области объявлена операция «Буран». На расчистку пути вывели практически весь состав. Сегодня утром некоторые школы из-за снегопада отменили занятия. В некоторых учебных заведениях объявили о дистанционном проведении занятий. В других сделали посещение уроков свободным. Отказаться от машины, особенно тем, кто поменял резину, в ГИБДД советуют еще ближайшие сутки-двое. По прогнозам, снег будет идти до вторника. А нормально передвигаться по городу, скорее всего, можно будет только к концу недели, когда начнет таять. До этого времени кировчанам придется надеяться только на свои ноги. Раз, как решение проблемы с таким количеством снега, чиновники видят отмену троллейбусов, не запретили бы автобусам перевозить людей, чтобы никто не мешал коммунальщикам хорошо работать. Давай, мужики! Артем Паникаровский, Ксения Зинуева, Александр Рожков, информационный канал «Город». «Город» «Город»